ребят всем привет сегодня продолжаем заниматься автомобилем ваз 2115 также варить пол ну и так далее я сейчас он пока чистил от сварки вот сейчас будем дальше продолжать варить пол будем подставлять все примерять вот вырезать ну и так далее буду снимать показывать смотрите так ребята делаем мы пол дальше вот у нас как получается сбоку здесь еще не приварено только дошло пол вот мы как сделали на него уже можно вступать принципе ну и продолжаем дальше так обваривать сейчас здесь я доварю здесь там сделаю чтобы было более-менее ровней вот страны все не видно будет все под смазкой все будет это нормально так аккуратно не вот и продолжим дальше заниматься сейчас здесь обварю внутренний порог усилителю к этому тоже приварюсь и потом уже начну задний пол делать вот у нас как получилось спереди мы уже все обварили здесь у нас немного не подошло там я где-то сам накосячил но мы сделали заплатки ничего страшного ну а так вот он внутренний порог и сама сам передний пол осталось нам здесь сейчас мы тоже будем подгонять ну и потом ту сторону так вот начинаем подгонять мы задний пол сейчас будем там еще подрежем там подрежем будем смотреть потому что у нас не сходится за щель еще вот и также мы сейчас будем вот эти дырки еще будем заделывать заваривать но сейчас мы посмотрим как чё тут здесь мы еще будем все равно сюда еще не прихвачен ничего мы посмотрим подрежем здесь надо подрезать чтобы утопить ее туда ну и здесь подрезать а уж варить здесь зачем надо ниже так ну что я могу сказать ребят вам сделали мы почти правую сторону сейчас я вам все покажу здесь мы поставили вот заплатку где здесь было гнилое у нас там внизу мы все тоже приварили вот у нас как здесь мы сделали здесь у нас тоже было все гнилое вот это еще железо как бы более-менее нормально надо будет зачистить все вот это вот а вот резинка какая-то хер поймешь вот здесь мы вот новое железо сделали здесь мы еще не доделали вот надо вот это вот выпилить и также наварить как вот здесь вот она новая здесь также сделали подрезали здесь крыло как бы не будет видно но Также у нас здесь заварили, поставили заплатку. Дальше у нас мы сделали пол, пороги поставили, все сварили. Здесь у нас порог все стоит, то же самое. Снизу мы покажу, осталось у нас еще приварить вот эту вот линию, которая идет вдоль. Я вам сейчас залезу, вот у нас пока все разобрано, здесь у нас усилитель он более-менее, посмотрим будем его варивать или нет, может быть где-то кусочками попробуем. У нас он новый есть, осталось приварить вот этот усилитель, он нормальный, мы его оставляем, мы его зачистим и вдоль пройдем. Вот, также приварили мы уже задний поданкратник, еще на прихватках, еще вот здесь все надо, все щели заделать. Здесь у нас будет вот так идти пластина вдоль. Ну вот, ну и как-то так. Самое у нас плохое это с этой стороны, там вообще все гнилое. Почему-то правая сторона ушла вообще вдребезги вся. Ну тоже усилитель вроде нормальный. Дальше вроде все более-менее у нас. Здесь мы сейчас тоже заделаем, здесь загнем туда к железу и проварим. И здесь сделаем пластину такую поданкратник. Здесь данкрат нормальный, он жесткий, как бы его не будем трогать. Есть новый, но это уже, грубо говоря, сэровский, он нормальный. За него поднимать, ничего не гнилое, ничего. Вот, просто вот он ржавый, его надо зачистить да замазать. И здесь мы вот так пластинку врежем сюда, чтобы не было вот этой щели. И здесь мы вот эту пластину тоже поставим и закроем весь порог усилитель. Тоже все приварили. Осталось это вот внизу его, чтобы он не шатался приварить. Вот. Ну, в принципе, как-то так. На данный момент у нас вот так все. Вот, здесь у нас усилители, в принципе, нормальные. Здесь тоже более-менее, но все равно его нужно менять. Все это ненадолго. Вот, ребят, ну, продолжаем дальше заниматься. Машинка я буду показывать, снимать. Сегодня будем уже делать правую сторону, так же варить. Будем снимать мы пороги, варивать новые усилители, ну и так далее. Смотрите, все покажу. Если что, кому нужно, ребят, спрашивайте в комментариях. Начинаем мы заниматься, уже правую сторону делать. И с левой стороны мы все сделали. Осталось там немного нам доделать. Пока человек там делает, доваривает снизу. Я начинаю уже правую сторону. Так же я положил новый порог, приложил, отметил, метки поставил. Вот, вырежу его. Здесь его почти нету, как видите. Тут у нас все вдрызг, гнилое. И будем здесь у нас накладки нету, не вкупили. Ну, оставим вот это, зашкурим все вот эти жуки, посмотрим. Если где-то гнилое, мы заплаточку положим, ну и все, в принципе. А так она более-менее хорошая. Это та вообще была гнила и вообще напрочь. Здесь тоже бы от гнила, но мы это будем вырезать все, потому что у нас на пороге есть это вот. Ну и, в принципе, все. Сейчас я вырежу. Здесь, а, у нас здесь у нас более-менее все нормально. Не так, как там гнилого нет. Только вот эту вот заплатку надо сделать. Здесь у нас все крепкое. Тоже надо будет зачистить и все, потом замазать. Вот, а так же у нас здесь придется нам делать. Сейчас я вам покажу, ребят. Вот у нас. Здесь надо будет тоже варивать вот эту вот дырку. Там снизу. Вот, и здесь тоже надо будет вырезать. Ну и вот это тоже, естественно. Сейчас я вырежу. Сниму, покажу. Так, спилили мы порог. Вот у нас как оно получилось. Все, здесь тоже все не в хорошем состоянии. Это все мы будем новое ставить усилителя. Сейчас мы их отрежем и новые будем приваривать. Бортики мы также уберем. У нас будут новые бортики, как на той стороне. И также днище там будем тоже все вырезать. Здесь вот это более-менее нормальное, но тоже уже, вот. По руку у нас все подходит. Все хорошо. Примерили. Там спереди у нас все тоже нормально. Вот это все будем убирать. Вот, как-то так, ребят. Так, вырезали мы, ребят, здесь все. Все, что нужно было. Здесь у нас уже внизу мы будем вырезать там пол. Здесь у нас то же самое. Так, ну что могу сказать. Здесь мы зачистили. Все убрали. Вот этот внутренний порог мы потом уже вырежем, уберем. Вот, а сейчас мы будем приваривать усилитель и сюда приварим. И сюда усилитель приварим. Вот. Ну и будем уже потом вставлять порог и приваривать порог. Сейчас с той стороны доделаем. Здесь уже только зашкурили. Вот. Самое будет плохо и тяжелое будет это снизу сделать. А так вроде более-менее. Еще нам надо будет крепление приварить капота. Вон она. Берень какая. Вот у нас как получилось. Сделали мы левую сторону. Вот как у нас получилось. Осталось вот тут у нас чуть-чуть прихватить. И все. Вот у нас все готово. Делаем мы правую сторону. Левую сторону мы уже все сделали. Вот. А заварили. Сейчас делаем. Вырезаем. Вырезаем мы лонжерон. Тут он гнилой весь. Дрызг. Вот. Ну и здесь мы уже все вырезали. Здесь у нас усилитель. Тут же днище будем менять. Вот. Снизу мы все сделали. С левой стороны все заварили. У нас все нормально. Левая сторона полностью готова. Сейчас я в яму залезу, покажу вам все. Вот. Здесь у нас вон оно что. Сейчас будем срезать дальше все вот это вот гнилье. Отсоединили мы. Ну вырезать сейчас отрежем до конца. Чтобы он уже не держался с кузова. И будем мы его спиливать. Полностью спилим. Зашкурим здесь все. И будем уже смотреть новое. Здесь мы уже с левой стороны все сделали. Сейчас я вам покажу. Вот. Здесь мы все обварили. Сделали. Вот у нас как все получилось. Вот. Это готова у нас сторона. Теперь другая. Так же сейчас начнем делать. Вырезать все. Подгонять. Здесь нам придется. Вот этот усилитель новый. Лонжерон. Точнее новый стоит. Вот он новый. Стоит лонжерон. Он не знаю это какой машина. Но он меньше. На 15-20 сантиметров. Получается у нас. Сейчас я вам покажу. Вот у нас идет он. Лонжерон. Он здесь заканчивается. И начинается вот это вот. Который идет вдоль этого. Багажника. Такой у нас нет. Но она здесь в принципе нормально. Хорошая. А вот этот новый лонжерон. Он короче вот отсюда. Но он идет уже с крюком там. Крюк. А здесь крюк нету. Нам получается придется вот такой кусок. Вот 15-м сантиметров. Ну может чуть поменьше. А нам надо будет где-то здесь середине наваривать. Из самого железа делать. Чтобы он был здесь вровень. Здесь мы тоже срежем. И новый варим туда. Вот как-то так ребят. Так ребят. Ну сделали мы левую сторону. Полностью все заварили. И так далее. Вот. Осталось у нас правое. Сегодня уже мы закончили заниматься. Приедем завтра. Начнем дальше продолжать заниматься. Заниматься правой стороной. Вырезали мы лонжерон. Все сделали. Подогнали. Завтра приедем приварим. Я вам все покажу. Расскажу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok